привет с вами тору вы на канале nissan race и сегодня будет крайне небольшой крайне сонный стрим потому что из-за одной маленькой лохматый и не знаю твари его называть не хочется ну как его назвать я короче из-за юки ночь сегодня полностью не спал я пытался еще лечь немножко поспать днем у меня тоже не получилось потому что ему становится скучно и я короче хз как выспаться но он просто всю ночь меня называл поиграть и ну кроме как поиграть его другие варианты не устраивают я пытался откупиться едой и прочими штуками это не работает это вообще не работает так и мы притащили же гостиница эмилия шериф шиам хочет обсудить с тобой и путешественникам график ночного наблюдения так мы же устраиваем ночную засаду точно спасибо колее но сперва я заварила древяной чай который помогает успокоить дух выпей немного но это очень любезно с твоей стороны но я в порядке недопустимо быть такой напряженной особенно когда впереди долгая ночь я не хочу давить но я не могла не заметить что тебя что-то тревожит ее все тревожит это же колее привет ребят тем кто к нам только-только подходят это так очевидно она вообще с людьми не очень-то любит общаться вот поэтому то что ее что-то там тревожит это неудивительно кажется тебя не оставляет мысля мести кирия если хочешь поговорить и я с удовольствием тебя выслушаю но я окажется что главное чтобы колей не сказала что типа я думаю что он прав привет эмилия колеи мы вам не помешали короче вот вчера же обнова в зюзи вышла вот а сегодня в буви обнова вышла контент просто валится главное чтобы на все это хватило времени они недостатка контента уж точно нету нет вовсе нет теперь когда вы здесь мне будет легче все рассказать это которая говорила что ее ничего не беспокоит окей я тут подумала если кири способен совершить убийство оставляя привет оставаясь при этом совершенно незамеченным почему он не убил сильвина вместе с люсьеном прошлой ночью кстати да хирош привет вопрос кстати интересный как я не спал всю ночь потому что юки мышь их разделяла одна единственная дверь если он намеревался напасть на обоих братьев то на его пути не было препятствий как думаете а тогда месть была бы неполной я считаю видимо он хотел чтобы его брат ощутил горечь потери и вот это вот все когда я провожала сильвина в его номер после смерти люсьена и увидела как он был рассеян я вдруг поняла ну да место должна быть такой а демон привет месяца должна быть такой а может быть кири сделал это специально а может быть он хотел чтобы сильвин испытал боль утраты любимого человека прежде чем завершить свою месть да 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 вот оно самое значит он напал на эдгара в качестве предостережения чтобы напугать сильвина и люсьена хироша что ты с детьми делала в больнице ночью это прям немного уже пугает судя потому что мы знаем о кире на это вполне возможно ну да он потерял сестру много лет назад что все это время происходило в его голове что ему пришлось пережить завтра будешь стремить в у нет всякий раз когда я думаю об этом я не могу не задаваться вопросом на булья на его место смогла бы я оставить ненависть позади на таком не стоит думать прости я знаю что не должна так думать особенно после всего что он совершил но я ничего не могу с собой поделать ну нет ничего плохого в том что ты чувствуешь сочувствие часть человеческой природы за годы работы на местах преступлений не я видела как бесчисленные семьи оплакивают своих близких их крики отчаяния и гнева до сих пор звучат в моей голове некоторые даже пытаются остановить меня умоляя не стирать последние следы их близких но поддавшись этим эмоциям можно лишиться рассудка я в детской больнице пон я один раз ну из того что помню полежал в больнице причем больница взрослая травматология но к нам туда воткнули ребенка и это просто нечто насколько воспитанным должен быть ребенок и насколько похер должно быть на родителям на воспитание ребенка чтобы это маленькое малолетнее чудовище вставала посреди ночи брала пустую пластиковую бутылку и стучала ей по своей кровати я не знаю мне конечно хотелось постучать этим ребенком по кровати конечно но я в отличие от него воспитан по-другому это это как вообще то это вот нормальный человек и хорошо что у нас в палате тогда все были сдержанные иначе это было бы просто все окружая себя ароматами слишком долго окружая себя ароматами слишком долго и твое обоняние притупиться позволь эмоциям поглотить себя и ты потеряешь способность мыслить рационально поэтому сопереживая нужно спросить себя стасик привет на риме тоже привет тильвина или сиен самом деле заслужили смерти как много они знали о фату и глазе порчи они принуждали елену принимать те решения чтобы ответить на эти вопросы требуется много времени и доказательств то время как один акт месте может навсегда оставить эти ответы за пределами досягаемости ну он уже оставил да прикиньте реально лежать в больнице где вот таких маленьких чудовищ их просто толпа ну типа толпа для меня это уже больше одного и поезды их там хотя бы два это я была свидетелем многих смертей фонтейн когда кто-то умирает по следам оставленным на месте происшествия можно получить довольно много информации но по большему счету а смерть оставляет большинство вопросов без ответа а общую картину незавершенный я помню самое прикольное что вообще было это когда нет давно было это лет 7 может было когда ехал я не помню туре я на автобусе куда-то ехал туре на электричка и сидел переписывая с человеком вот на телефоне и ко мне подсела девушка или женщина короче с ребенком на руках ну ребенок это как не то что там маленький маленький прям ребенок нет там лет 6 7 наверное ему было и он короче я просто общаюсь человеком он просто тычет пальцами в телефон не дает мне набрать текста там важный диалог был и он просто и женщина вместо того чтобы сказать но типа чел не переставай к незнакомому дяде он наверное занят что ты делаешь она такая хи хи смеется ей весело мне бред нихуя не весело когда кто-то тычет пальцами в мой телефон и мешает мне я конечно понимаю дети это цветы жизни но это когда это твои дети чужие дети это явно не цветы моей жизни тут уж спасибо и умиляться с этого мне вообще типа не хочется при какой ужас так поехали когда тебя поглощает ненависть думать о вещах по-другому становится практически невозможно я уверена что для такого человека как кирий добро и зло давно потеряли всякий смысл ты права а мы можем подходить к этим вопросам с подобной точки зрения вовсе не потому что мы более рациональный чем они а потому что нам повезло не понести такую потерю на реприевет но это также позволяет нам сохранять нейтралитет и попытаться оттащить их от края пропасти пока не стало слишком поздно я понимаю выбор кирия но все равно хочу его остановить наставник сильвенный кирий они все заслуживают спасения счастливчики несчастные одет-то чё выперся на него здесь охота объявлено он вышел просто постоять и посмотреть серьезно просто настолько большая пропасть бывает между детьми они бывают порой настолько воспитанными а бывают вот просто тут твари маленькие просто маленькие твари и и вот просто там настолько бывает пропасть в воспитании детей что я как это вообще работает эмилия тору и а эдгар ты тоже здесь он разве вы не вернулись свой номер чтобы отдохнуть игра тебе можно вставать да это второй стрим по эмилии я думаю на этом стриме мы даже закончим этот класт может быть небольшие физические физические нагрузки никому не повредят кроме того у меня осталось не так много времени в сумеру поэтому я хочу позаботиться о своих растениях пока еще могу просто родители некоторые не понимают что воспитание ребенка это не только дать ему в руки планшетам и сказать смотри тупые мультики вот давай расти воспитывайся ну и как бы вот закончили воспитание дальше школа там как-то воспитает улица воспитает все давай мы можем сделать это за тебя наставник не нужно я привязался к этим цветам и это мой последний шанс попрощаться с ними приходите завтра я с радостью поручу их вашим заботам тебе еще дожить нужно до завтра там осталось меньше половины квасто ну да я так и рассчитывал я полагаю у шерифа шама есть веская причина здесь находиться это касается ночного наблюдения ты говорил что нужно обсудить наши действия да и так и не обсудили уже темнеет кстати верно не я расставил своих людей по прилегающей территории но никто не стоит на страже возле номера сильвина дожди то есть возле номера сильвина то есть в номере люсиена да именно так посоветовавшись мы пришли к выводу что он насильвен подвергается наибольшему риску стать следующим объектом нападения ты здесь самый опытный боец тору дед пойман здесь самый опытный боец а опыт эмилии наверняка пригодится при необходимости вот почему я хочу чтобы вы находились рядом с номером сидя на согласно ладно я согласен надеюсь эмилия тоже звучит вполне разумно я буду рассчитывать на твою помощь сегодня вечером тору хероши какие белые дети согласен 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 так ну поехали так он пускай живет здесь а мы заселимся пожалуй вот сюда у меня даже есть не звука не неужели кири отказался от месте у меня на самом деле есть кое-какие подозрения подождите а что у меня на стриме за полотка и текст короче какой-то источник подождите браузера сломался а что сломалась стоять у сломалась то что что могло остров и уведомление нет это да а короче что-то сломалась понятно и мыши хоть бы кто-нибудь сказал что-то до сломалась какой ужас да не не фон ну да это была штука с другой стороны ее пришлось там переворачивать так ладно так не звука неужели кири отказался от мести вот так вот просто тогда подождем еще немного ну сидеть не мешки ворочать так что прошло довольно много времени но ночь сгустилась и как бы никого ничего необычного пойман заглянула в соседнюю комнату сильвин спит да и шам тоже не поднял тревогу возможно истинным мотивом кирия было заставить сильвина признаться своих преступлениях может быть кстати нет быть того не может если он хотел чтобы сильвина осудили за его истинное преступление он мог бы сообщить о них сумеречный двор много лет назад к тому же он убил люсьена у него нет причин останавливаться на достигнутом мы что-то упускаем что-то очень важное пожалуй нам нужно немного успокоиться как на счет чая а смесь трав была довольно вкусной мы не можем оставить свой пост да и здесь посуды для чая нет тоже верно я может поищем другой способ отворечься например полюбуемся цветами и косяк будет в цветах да то запоздал и найти запоздал и он среди них есть глазурная лилия поймем не видела ее раньше потому что она цветет только ночью и подождите если бы в ней было что-то спрятано в бутоне то когда она раскрылась цветы глазурные лилии благовония а вот 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 нет номер сильвина быстрее я о том же чего эмилия убегает соседний номер а странный цветочный аромат наполняет помещение понятно как обычно и ты слышала прошлой ночью на кого-то снова напали на там же кстати да детям энергетики запрещают продавать наконец-то кстати вот это не это мега правильный закон а я не понимаю какого хрена они так долго с этим вообще тянули это прям но очень странно это был старший из братьев торговцев до кажется его звали сильно бедолага был хладнокровно убит а в нашем городе продают до сих пор так и еще его окончательно там не приняли там только он был одобрен пока его доработают и вот это вот все но в целом до запрещают сначала эдгар потом торговец по имени люсьен а теперь еще и он послушайте это место преступления пожалуйста не толпитесь прошло уже три дня на преступника так и не нашли что происходит думаешь на это мог быть злой дух но я не знаю кстати со скольки их теперь будут продавать или 16 или с 18 как у тебя погода овощи классная не жарко не холодно вот прям такая погода и должна была быть наверное все лето но какая-то беда происходило не имею ввиду как иначе преступник мог совершить нападение у всех на виду проходите мимо не толпитесь снег был пон чуть раннее зиму а типика идеальная погода два три дня в году да да потом все остальное время ты либо жаришься либо замерзаешь да либо и ту и то сразу типа днем жаришься ночью замерзаешь полагаю я следующий на этого никто не знает кирюжа нападал на тебя однажды и ты выжил возможно он не считает твое преступление достойным смерти возможно считает у него просто не получилось я бы не был так уверен и и мире я выжил только благодаря тебе а я так и не поблагодарил тебя я вот смотрю на то что происходит на экране и я просто засыпаю на юге такая мышара да просто не передать словами я вот просто сижу и засыпаю как два часа продержаться я без понятия вообще мы даже если бы меня там не было сигнари был по близости он мог бы помочь неужели наверное я очень удачливый человек у меня выдающиеся ученики заботливые друзья и всеобщее уважение если мой час настал я умру без сожалений наукирия ничего нет елены больше нет и врагов тоже нет да и типа что ему дальше делать когда вот он но перебьет своих врагов а дальше что делать все цели больше нет это заставляет задуматься есть не смысл продолжать жить если хочешь получить ответ спросил самого кирия когда мы его поймаем надеюсь у вас все получится эмилия я хотел бы попросить тебя еще кое о чем учитывая произошедшее проведение выставки не может быть и речи мне кстати кактус подарили их называла гоша у нас у девчонки на работе было два кактуса и тоже подарили у нее был болик и лёлик и они стояли и постоянно как-то подозрительно смотрели но сюда было доставлено огромное количество цветов некоторые из них оказались до тысячи миль от своей родины я не могу допустить чтобы они завяли и некому было на них позаботиться на независимо от того доберется ли кирий до меня или его отправят обратно фонтейн чтобы я предстал или меня отправят обратно фонтейн чтобы я пришел перед судом я не смогу ухаживать за ними я знаю что прошу слишком многого но могу ли я доверить их твои заботя конечно наставник правда на рад слышать мне больше нечем беспокоиться гоша кстати гоша больше имя подходит для паука которую живет комнате у шерифа шоама есть ко мне вопросы поэтому мне пройти иди не заставляй его ждать он может быть очень нетерпеливым суда привет я бы из пауков да я тоже но они меня нет вот как бы и приехали мне очень жаль наставник но он держался но ты же не будешь пить ты же не будешь пить правда же еще одна ночь на посту пойма надеяться что планы мире сработает колеи выглядит очень обеспокоенный пойдем поговорим с ней как я уже говорил она в любое время года на выглядит обеспокоенный эмилия до сих пор не вернулась надеюсь она не попала в беду но она очень дотошная я уверен что она способна справиться со всем что она выпадет на ее долю да так и есть слушать он же не станет мстить ученица его ну как бы она же вообще там ни при чем я приказал своим людям начать распространять информацию как ты просил толпа разошлась но признаться я не совсем понимаю что происходит но выслушав планы мире я начал собирать материалы и расставлять людей вчера вечером у меня не было ни секунды свободного времени но честно говоря я до сих пор не понимаю как было совершено преступление той ночью короче чтобы понимали мы хотели поймать на живца но живца съели получается как бы когда это происходит на рыбалке это хрен бы с ним у тебя их там может быть еще ведро с собой но теперь у нас осталось последний живец остался пока еще вот и как бы если мы его не поймаем сейчас все дальше бесполезно да на самом деле все очень просто главная улика была прямо у нас под носом все это время чувствую ты давно ждала удобного случая чтобы сказать это пойдем мы покажем где преступник спрятал август да в бутонах и благовония и бутоны и как бы вот да цветы в углу собраны цветы со всех концов света аромат невероятно сильный глазурная лилия плавно покачивается не ее на лепестки закрыты по ободку лепестков расплывается липкая на ощупь кольцо влаги вот она 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 до паука не в другой город нужно увозить его ну и не в другой конец города его нужно в другую страну куда-нибудь отправлять в австралию они живут там любят пауки в австралии жить вот пускай они туда и мои тоже едут я даже билет готов твоему пауку оплатить чтобы он доехал туда ну типа есть какие-то паучий самолет я не знаю глазурная лилия кажется я слышал о ней это цветок из лилы а верно а знаешь ли ты что она цветет только ночью эмилия ты вернулась ну и как там да все как я и думала туда пускай они туда и летят что они здесь то забыли у нас климат у нас зимы холодные цветок который распускается только ночью как лотос не лотпало именно так хотя лотос не лотпало когда нам случае не подойдет когда он закрыт зазоры между лепестками слишком велики там же просто пауки еще и мохнатенькие и огромные и они еще волосатые к тому же это же дух вообще никак и не короче лучше об этом не думать до больших волосатых пауках а потом он вырастет до размера австралийских и назад мнение назад уже не принимаем именно поэтому кирей выбрал в качестве инструмента глазурную лилию а для начала он изготавливает образец августа нанес на внешнюю сторону лепестков но не на внутреннюю если нанести его на внешнюю сторону вы бы даже днем почувствовали запах августа но я говорю на внутреннюю подождите тогда получается а если налить то тоже было бы пропитал области вокруг лепестков да на краю лепестков цветка есть липкое вещество я узнаю его из и вот запечатал внутри лепестков ну вот же если склеить лепестки с помощью слизи слайма то в дневное время глазурная лилия превратится в маленький герметичный сосуд вот она ну готова я готов а затем наносит на лепестки разбавленную слизь слайма чтобы склеить их и вкладывает выбрать в центр образец августа таким образом в дневное время август остается в замкнутом пространстве не имея возможности просточиться между лепестками и раствориться в воздухе благодаря этому преступник может заблаговременно подсыпать яд пока его цель остается в неведении однако разбавленная слизь слайма недостаточной вязкой а чтобы помешать лепесткам глазурной лилии раскрыться ночью поэтому к ночи цветок распускается вынуждая вынуждая цель вдыхать заключенные в нем август не ну слушайте это прям идеальное преступление и считаю поэтому кирию не пришлось заходить ночью в номер чтобы осуществить свою месть но когда-то ведь он заходил к следующему утру обратиться августа почти полностью испаряется глазурная лилия закрывает свои лепестки аромат других цветов комнате скрывает остаточный запах поистине буйные духи д и его миссия выполнена постой ты хочешь сказать что эта версия августа настолько токсично что вдохнуть небольшое количество вещества заключенного в цитки я взрослый человек может умереть ну да тогда каким образом метро удалось выжить ведь он проглотил целый флакон потому что сейчас август также опасен как и много лет назад а уровень токсичности не изменился то лишь небольшое количество людей находится в группе риска ты имеешь ввиду людей чувствительных к силе элементов значит это своего рода совпадение что у сильвина и люсьена аллергия на август и похоже наш преступник об этом знал этого не может быть они стояли у истоков августа если бы у них была аллергия они бы знали об там самого начала так как кто сказал что они не знали я бы не использовала слово аллергия скорее они восприимчивы к его воздействию но сейчас это различие не так важно можно подумать об этом так дело не в том что усиливана и люсьена врожденная чувствительность к силе элементов на в том что кири нашел способ сделать так чтобы у них проявилась чувствительность помощью благовоний я правильно понимаю дверь сцена с аллергией поймана она была неспроста в начале не ведь так благовония в комнате благовония которые я учуял ранее показались мне знакомыми сейчас я почти полностью уверен что это был аромат духовного барниола сумеру ученые используют духовный барниол для медитации и укрепления связи с дендроархонтом ну накуриваются грубо говоря очень грубо говоря но тогда да это для связи с дендроархонтом можно и так сказать алхимические эфирные масла на вода перс данного моря который не так давно на вызвало волнение фонтейне эти вещества могут усилить чувствительность к силе элементов на кири выбрал духовный барниол он доставил нам немало хлопот когда мы впервые оказались сумеру вон кстати да 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 вон та девчонка сидит залипает я забыл как ее зовут уже правда но это неудивительно давно очень было но этот момент кого 100 был прикольный я очень хорошо это помню и пассия точно примере то откуда это помнишь зачем ты это помнишь вот зачем тебе эта инфа вот что ты с ней делать будешь как ты зачем ты это запомнила сумеру нередко используют благовония в помещениях так что их присутствие не могло вызвать подозрений цветы в комнате также могут служить для маскировки запаха я хорошо я дуньер заду помню ну потому что это выделяется имя но хайпасию чтобы я запомнил цветы играли важную роль в этом плане глазурная лилия родом из лилая мне было бы странно увидеть ее здесь сумеру если бы не выставка удачное совпадение или вовсе не совпадение на самом деле это вовсе не совпадение на выставка гостиница все это тщательно продуманная ловушка неудивительно что он был готов готов заплатить золото состояние за аренду гостиницы он наверняка использовал мору которая оставила ему елена как думаете эти средства должны были подарить ему свободу но в итоге стали инструментом месте недавно просто против на и видел и там упоминалось хайпасия пон я думал ты запомнилась релиза сумеру среди судмед экспертов фонтейна бытует поговорка каждый твой шаг оставляет след но до сих пор нам не удалось обнаружить никаких следов пребывания кирия и это не потому что он приходил и уходил незамеченным и не потому что он какой-то злой дух а почему потому что все это время он выдавал себя за другого человека за шерифа 20 лет назад ну эдгара за эдгара себя выдавать он вряд ли мог бы да потому что эти два знали эдгара давайте посмотрим что здесь создать такой сложный механизмы из глазурной линии лилии заранее подготовить духовный брониол не договориться с сильваном и люсиеном проживание в гостинице все указывает на одного человека эксперта отвечающего за всю выставку так намора потраченная на аренду гостиница способ выращивания августа на средства маскировки все указывает на одного человека мальчика унаследовавшего наследства елены нее младшего брата подождите к его же вообще никто не видел никаких следов ничего может эдгар любил елену на потом вот это и вот это так я не могу собрать все воедино так собирай так ну я думаю что это эдгар а вот аван города разбился немножко нет не сходится нужно еще подумать я уже подумал кири и эдгар это один и тот же человек да как кири и эдгар могут быть одним и тем же чем а да нет а как да вы но в то время кири был подростком ну сейчас ему должно быть и не больше 40 лет и не уж то эти двое не помнят эдгара эдгар прожил здесь много лет даже если бы он изменил внешность продержаться так долго ничем себя не выдав это невозможно плохие новости шериф на эдгара напали чего из его номера выбежала темная похожая на тень фигура от нее исходила зловещая аура но прежде чем мы успели отреагировать фигура исчезла словно призрак когда мы заглянули в номер и от городом не было тогда и был это темной фигурой было эдгаром но он понял что его раскусили и соленял неужели кири похитил эдгара мне нужно чтобы ты хорошенько подумала ты уверена что это был не самый эдгар эдгар был очень слаб я не понимаю как он мог двигаться так быстро а это уже неважно похоже наставник решил воспользоваться неоправданно опасным источником силы чего в его состоянии это очень опасно это мольба смерти но зачем зачем ему это делать он уже отомстил если его целью мы были все кто причастен к смерти елена то он еще не отомстил подождите кому он еще не отомстил если вчера он оставил сильвина в живых не желание видеть его страдания чтобы убедиться в истинной причине смерти елены тогда остается еще одна цель подождите настоящий эдгар но похоже на похоже на тени фигура побежала в сторону лифта не мой напарник тут же устремился за ней нам следует поторопиться пока они не встретились так так нам предлагают думать а а думать мне ничего не предлагает поэтому забавно вот вообще все пошло не туда чё-то к такому я готов не был абсолютно так ладно ребят самое время нам сделать небольшой перерыв буквально пять минуты мы продолжим а я пойду подумаю чё вообще будет происходит